Привет, друзья! Я вам покушать принес. Сегодня мы поговорим про импортозамещение, а точнее про то, можно ли на Алиэкспрессе купить какую-нибудь рандомную камеру и начать продавать в России в 10 раз дороже, потому что она включена в единый реестр. Ну и предположительно, у нас есть ребята из Новосибирска, которые так и сделали. У нас есть статья на хабре, некого Сергея, внимание которого привлекла камера от новосибирского производителя Сикэм, который включен в реестр РЭП. И между прочим, реестр РЭП это не хуй собачий, а единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Серьезная штука. И у этой камеры есть даже про это удостоверение, заключение от эксперта. Но что привлекло внимание Сергея, то что у камеры какая-то слишком, она слишком дефолтно выглядит, да? Как будто бы корпус куплен на Алиэкспрессе и значит забрендирован. В общем-то, может быть, именно с корпусом нет никаких проблем, потому что, ну почему бы и нет, да? В камере самое главное не корпус, а начинка. Дальше Сергей посмотрел, что там по начинке, и обнаружил, что она очень похожа на произведение китайской компании Anivision. Я везде говорю очень похоже, потому что я не хочу сидеть сюда вместе с Сергеем. К этому мы тоже дойдем. В общем, дальше Сергей заметил, что подсветка очень похожа на Fiont. Питание очень похоже на SDAP. А самое интересное, что софт, который управляет камерой, он не просто походит, а он попросил у Anivision их софт и подключился этим же самым софтом к камере якобы российского происхождения. То есть, и там можно было всем управлять, и возникает вопрос, а что, у нас есть какие-то международные стандарты на управление параметрами вроде логина? Что? Ну, в общем, это была бы очень забавная популярная статья. Вот можно посмотреть, что у нее 279 плюсов на хабре, если бы дальше не произошла следующая печальная вещь. Дальше производители этой камеры пишут на досудебную претензию. В досудебной претензии написано, что по ссылке размещена недостоверная информация относительно новосибирской компании СИКЭМ, производимой продукции, содержащейся в отзыве информации не соответствует действительности. Сведения порочат или умаляют деловую репутацию компании СИКЭМ, поскольку способны убедить неопределенный крок лиц в том, что компания СИКЭМ якобы нарушает законодательство Российской Федерации. Бла-бла-бла-бла. Я надеюсь, что СИКЭМ честно отмоет свою репутацию и каким-то образом покажет общественности, Сергею Хабару, нам с вами и самое главное суду, что они действительно собирают российскую камеру целиком полностью, потому что иначе у них будут огромные проблемы и там вполне возможно сядет кто-то другой. Но что я хочу обратить внимание, то что эта досудебная претензия, она направлена не Сергею, а в юридический отдел сайта хабар.ком. И это огромная проблема. Получается, что вот у нас есть какая-то компания, которая, благодаря тому, что она имеет свой юридический отдел, она захотела надавить на рандомного пользователя в интернете, чтобы он замолчал и перестал про нее говорить гадости. Но вместо этого все, что они делают, они давят на сайт хабар, который в принципе не имеет к этой статье никакого особенного отношения, кроме того, что они там свою страничку предоставили. Это плохо. И получается как? Вот в Америке есть закон под названием секция 230. Секция 230 это довольно сложная штука, но на сайте Electronic Frontier Foundation есть некая summary того, что там происходит. Это не сам текст закона, а его выжимка, идея. Она написана на английском языке, поэтому я попытаюсь перевести это на русский по-быстрому. Итак, интернет позволяет всем объединяться. Господи, как сложно переводить. Короче, интернет позволяет всем объединяться, делиться идеями, и предлагать какие-то изменения без необходимости в огромных ресурсах или технической экспертизы. В данном случае техническая экспертиза и огромные ресурсы это отстоять свое мнение в суде, когда на тебя как на рандома наезжает какая-то компания, вполне возможно большая компания, с ресурсами юридического отдела и баблом. Итак, наша невероятная возможность коммуницировать в онлайне, на блогах, социальных медиаплатформах и обучающих культурных платформах типа Википедии и веб-архива, это не случайность. И поэтому правительство понимает, что контент должен процветать в интернете, и для этого они должны защищать сервисы, которые его предоставляют. Пока что все логично, я надеюсь, что Роскомнадзор и наше правительство держат в уме примерно те же самые мысли, потому что если нет, это печально, но будем надеяться на самое лучшее. Итак, именно поэтому Конгресс придумал закон, который называется секция 230, который защищает американскую свободу высказывать мнение в онлайне, тем, что она защищает промежуточные участников, то есть площадки, на которых эта коммуникация основана. И что конкретно написано в законе? Что никакой провайдер или пользователь интерактивной компьютерной услуги не может считаться автором любой информации, которая предоставлена кем-то другим, каким-то другим провайдером. По сути, секция 230 воплощает принцип, что мы все должны быть ответственны за свои поступки и заявления, которые мы делаем в интернете, но, в общем, не за те поступки, которые делают другие. Обычно. Обычно. Слово очень интересное. В общем, то есть закон защищает сервисы от всевозможных гражданских исков, которые, ну, вот типа гражданских исков, которые сейчас только что произошел по отношению к этой камере. Конгресс принял этот закон, потому что они понимают, что распространение онлайн-контента, оно важнее, чем опасности, которые этому сопутствуют. И даже если какой-то вредный контент вообще возникнет, то его автор и должен за него отвечать, а не какая-то площадка, которая его разместила. В данном случае у нас есть хабар, значит, который разместил данные о камере, и мы все на это попались. Секция 230, тем не менее, не защищает абсолютно этих провайдеров контента, потому что не нужно защищать тех, кто нарушает уголовный кодекс, не нужно защищать тех, кто публикует действительно какой-то крайне плохой контент, и не нужно защищать пиратов, которые весь этот контент украли. В общем, это довольно логично и разумно. А сейчас получается, что в случае с камерой за действия Сергея, будь то они оправданные или нет, отвечает не Сергей, а площадка Хабар. И, по-моему, это полная хуйня. Ну, все согласитесь, да? Я знаю это, вы знаете это, все знают, что это полная хуйня. И это приводит к помойному качеству наших сервисов, типа Рутуба, которым приходится вводить премодерацию каждого видео. И если бы они действительно это делали, я не знаю, делают они или нет, или просто пишут бумажку, что они это делают. В общем, нельзя достаточное количество контента залить в режиме премодерации. Все это понимают. И вполне возможно, все это происходит просто потому, что наши законы слишком молодые. Раньше нашими законами в интернете были глобальные международные законы, в том числе законы Америки. Америка – это законодатель интернета. И получается, что сейчас нам нужно придумать все заново. Потому что если мы продолжим в том же духе, в котором мы сейчас делаем, то мы скатываемся в какой-то каменный век. И в этом каменном веке мы не сможем публиковать совершенно ничего. А учитывая, что Россия сделала ставку на то, что у нас все будет в онлайне, у нас есть госуслуги, на которых можно там зарегистрировать брак, можно купить еду в электронном магазине, можно с помощью электронных средств вызвать такси. Короче, у нас все делается электронным способом. И получается, что наше законодательство, оно не догоняет один из самых главных вопросов вообще мироздания в интернете. Надеюсь, что кто-нибудь в правительстве задумывался уже над этим и работает над этим. А может быть, даже если не задумывался, посмотрит это видео и решит, что это хорошая тема для каких-нибудь своих целей. Но, в общем, если вся эта история с камерами подтвердится, а я думаю, что она подтвердится, она слишком пропадоподобная. Ребят, купите какую-нибудь Xiaomi или еще какую-нибудь камеру от китайского производителя, который честно говорит, что она китайская. И там и качество будет лучше, и цена меньше, потому что там цена у этой камеры что-то 15 тысяч рублей при реальной стоимости всех этих компонентов, там типа 1000 на 4. По крайней мере, так считал чувак с Хабра и, ну, скорее всего, это правда. Это будет ваш какой-то вклад в справедливость, потому что обычно, чтобы совершить какую-то справедливость, нужно много и сильно заморочиться, потратить много денег, а тут для того, чтобы сделать что-то хорошее, нужно не потратить свои деньги и не купить говно. По-моему, это очень хорошее предложение. В общем, на самом деле, на этом ад, который происходит сейчас везде в мире, не заканчивается. И я думаю, что я прямо сейчас пойду и буду делать следующий ролик по следующей адской теме. Будет такая передача ужаса нашего городка, ужаса нашей России, ужаса нашего мира. В общем, всем пока и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова